Я искренне рад приветствовать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в нашей стране. Мы с Александром Григорьевичем регулярно встречаемся на полях саммитов ОДКБ, СНГ. В прошлом и Евразес, в последний раз встречались в декабре в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, а до этого также на саммите СНГ, где сейчас Беларусь, в период своего председательства, реализует комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление Содружества. Эти регулярные встречи позволяют нам в рабочем режиме обсуждать и решать текущие вопросы армяно-белорусской повестки дня. Тем не менее, двухсторонние визиты на высшем уровне остаются главным стимулом прогресса в межгосударственных отношениях. И я хочу вновь приветствовать Александра Григорьевича в Армении, где он всегда желанный гость. Ровно через месяц мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. К этой дате мы подходим, имея не только соответствующий уровень двухстороннего сотрудничества, но и с твердым пониманием того, что накопленный за эти годы положительный опыт межгосударственного взаимодействия является нашим общим достоянием. И мы едины в том, что будущее наших отношений должно быть гармонично с нашим историческим прошлым. Ведь мы бок о бок прошли через перипетии прошлого столетия. Плечом к плечу сражались Великой Отечественной. Тысячи армян пали на белорусских фронтах. Сотни тысяч доблестью прославили свое имя. Наша дружба скреплена кровью павших героев, и нам нужно сберечь и приумножить это наследие. Мы обсудили самые разные вопросы. Говорили об экономике, о геополитических вопросах, о гуманитарных связях. Говорили, естественно, также о деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой состоится в июне текущего года. Отметили тесные межпарламентские контакты в рамках специально созданной армяно-белорусской комиссии. Особое внимание было уделено вопросам укупления нашего взаимодействия в рамках международных организаций. Мы обменялись мнениями по развитию взаимодействия в рамках ОДКБ. Говорили о процессах в Содружестве независимых государств, где мы готовы оказать необходимую поддержку нашим белорусским друзьям в обеспечении успешности их председательства в Содружестве. Я также ознакомил Александра Григорьевича с ходом переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Я еще раз подчеркнул, что народ Карабаха хочет мира и возможности свободно развиваться на своей исторической родине. Они хотят равных возможностей с другими народами, которые добились международного признания своего суверенитета. Я заверил Александру Григорьевичу, что наша позиция остается безизменной. Мы готовы к мирному решению этого конфликта. У нас конкретный и весьма многообещающий план в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимного доступа товаров и услуг на рынки наших стран, взаимодействия в области туризма, сельского хозяйства, сотрудничества в сфере культуры и науки. Видим большие возможности в сфере высоких технологий. Думаю, что Александр Григорьевич согласится со мной, что большое количество предшествующих визиту контактов на самых разных уровнях способствовали тому, что только что был подписан солидный набор документов. Мы ожидаем, что они придадут ожидаемый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Так что визит господина президента своевременен и обречен быть успешным. Я еще раз приветствую президента Беларуси в Ереване и с удовольствием передаю ему слово. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемый Сергей Затович, в очередной раз хочу поблагодарить вас за возможность посетить братскую нам страну, за те условия, которые созданы для работы. Но особая вам благодарность, я даже этого не ожидал, за память и за историю. Действительно, на нашей земле, защищая наше общее некогда Отечество, погибло немало представителей доблестного армянского народа. И вы знаете, как бережно мы относимся к этим людям. По крайней мере, те тысячи армян, которые сегодня живут в Беларуси, они никогда не предъявляли нам в этом плане претензии. Спасибо вам огромное, что вы в эти дни, дни торжества Великой Победы, Великой Отечественной войне, напомнили об этом. У вас закончился очень тяжелый в стране предвыборный этап, выборы президента, и ваша команда достойно провела этот этап предвыборный, и вы получили безусловное доверие армянского народа. Я, как ваш коллега, ваш друг, желаю вам всяческих успехов в реализации намеченного. Мы готовы быть рядом в реализации ваших планов, ваших задумок в послевыборный период, в те предстоящие пять лет, которые вам придется руководить страной. Мне очень приятно в очередной раз, естественно же, посетить с визитом дружественную Армению, которая является важным и очень близким партнером Беларуси-Закавказья. Развитие стороннего сотрудничества с Арменией отвечает нашим долгосрочным внешнеполитическим и внешнеэкономическим приоритетам. Сегодня мы обсудили весь спектр двусторонних отношений и договорились о серьезной активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств парламентов, а также продолжении взаимной поддержки в рамках международных организаций. И Беларусь, и Армения заинтересованы в углублении отношений по всем направлениям. И вообще, как я сказал Сергею Затовичу, у нас нет закрытых тем сотрудничеств. От проблем сельскохозяйственных до проблем военно-политических. Но на сегодняшнем этапе наш главный приоритет – развитие экономических контактов и расширение двусторонней торговли. Это, конечно, непорядок, что, несмотря на значительный рост, темпы роста, 60 миллионов долларов товарооборота – это просто даже стыдно для наших народов, для наших государств. И я уверен, сегодняшняя наша встреча и переговоры здесь, на этой армянской земле, обязательно приведут как минимум в течение полутора-двух лет, как сказал президент, удвоению товарооборота. А может быть, нам удастся найти те пути, искусственные преграды, которые созданы между нашими странами в торговле, чтобы их преодолеть и значительно увеличить товарооборот. Нам необходим совместный поиск новых форм экономического взаимодействия, включая реализацию совместных промышленных, инфраструктурных проектов с привлечением инвестиций и внедрением современнейших технологий. Беларусь готова предоставлять армянским партнерам самые благоприятные условия для размещения капиталовложений и открытия бизнеса. Хорошие перспективы, на наш взгляд, имеют такие направления инвестиционного сотрудничества, как машиностроение, информационные технологии, фармацевтика, сельское хозяйство, энергосбережение, производство пищевых продуктов. Мы рассчитываем на диалог как с бизнесменами из Армении, так и с представителями зарубежной армянской диаспоры. Для нас интересен опыт Армении в области атомной энергетики. Вы, наверное, знаете, что Беларусь строит первую в истории страны атомную электростанцию. Обмен информацией о безопасной эксплуатации атомных электростанций, также новых подходах к строительству энергоблоков вызывает обоюдный интерес. У вас накоплен серьезный опыт эксплуатации подобных объектов, и мы рассчитываем, что хотя бы десяток специалистов, хороших специалистов Армения сможет направить в Беларусь, для того, чтобы они помогли на первых этапах нам в эксплуатации вновь строящейся атомной электростанции. В этой связи в ходе нынешнего визита состоялось подписание соглашения между правительством Беларуси и Армении об обмене информацией и сотрудничеств в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Активно развивается гуманитарная составляющая наших отношений, о чем только что говорил президент. Подтверждением этого является подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, принадлежащих национальным меньшинствам. Подводя итоги, хотел бы отметить, что мы удовлетворены достигнутыми договоренностями. Состоявшиеся встречи продемонстрировали общую заинтересованность развития конструктивного сотрудничества и наличие реальных перспектив для реализации совместных планов. Проведенные переговоры подтвердили, что для углубления развития белорусско-армянского диалога есть прочный фундамент, взаимная симпатия наших народов, дружественные и очень доверительные отношения на всех уровнях от президентов до белорусского и армянского народов. Благодарю вас. Благодарю вас.